всем привет с вами канал стофики меня зовут александр на улице у нас сегодня минус 28 ветер 7 метров в секунду 1434 уже темно но хочу сказать у нас уже вышло солнышко из-за горизонта теперь у нас день начал на прибавление с каждым днем все будет больше и больше и где-то в мае месяце у нас уже будет круглый день что меня больше всего и радует ну а сегодня я хочу рассказать о своих зимних снастях здесь вы видите две удочки и одна спиннинговая удочка начнем как говорится слева направо вот эта удочка обыкновенная куплено за 300 рублей мне нравятся удочки в основном чтобы они были с ножками чтобы можно было поставить не втыкать и как многие делают снег а именно поставил и как говорится наблюдаешь леска на ней 015 основная кивок кивок у нее жесткий жесткий нижняя нижняя мормышка белого цвета света накопительная три с половиной грамма видите у меня не привязана сама мормышка к леске а привязан сначала карабинчик с вертлюшком да я по сути лентяй мне не нравится зимой когда особенно холодно их начинаешь привязывать эти мормышки эти крючки зачем она мне это нужно я этого не хочу я считаю что так будет более лучше более лучше даже в замене можно в любой момент поменять мормышку на другую я привязал сначала карабинчик вот вы его видите и могу любую повесить мормышку честно говорю рыбе не мешает у нас это не мешает многие могут сказать а как же если рыба большая клюнет она оборвёт сразу две снасти и так далее тому подобное ребят ну все мы знаем что тот кто ловит на удочку значит есть у рыбы шанс ну сорвалась значит сорвалась как я говорю значит она была невкусная ну мне вот так он нравится завязываю я всеми знающими узлами вот это узел клинч обыкновенных узел также и верхняя мормышка здесь она немного уже полегче побольше мы ловим в основном на манку и на червя мотыля у нас здесь нет не знаю почему серьезно говорю не знаю комаров летом как в улье а вот сколько мы не пробовали мыть мотыля нету и все где он то ли сильно еще ниже его искать тут я не знаю в общем нету его и у нас здесь в основном ловят на червя на опарыша на манку на кукурузу ну и так далее червя и опарыша привозят в магазинах где мы его покупаем почему мне еще раз хочу сказать почему мне нравится именно с карабинчиками я в любой момент могу ее переделать на ту снасть которая мне нужна то есть я могу на нижней повесить грузила это если я если я буду рыбачить на печоре там где есть течение вот я повесил грузила а вверху я сделал отводной поводок с крючком крючки я при применяю покупные которые покупку которая продаются в магазинах то есть уже готовая с поводками там уже не привязаны очень хорошо ну естественно крючок выбирая по размеру леску выбирая по диаметру ну а длина поводка вы знаете здесь она 70 80 сантиметров тоже могу любое сделать то есть я делаю петельку одеваю его на карабинчик опускаю воду все и начал рыбачить ну вот мне так нравится карабинчики я использую мелкие чтобы они выдерживали хотя бы до 3-4 килограмм ну а умеющий рыбак сами знаете он может любую рыбу главное правильно вытаскивать он сможет и все равно удержать и вытащить вот что я хотел сказать за эту удочку следующий это у меня спиннинг да вот такой вот маленький спиннинг все то же самое леска конечно 018 также карабин я могу менять блесну в любой момент поменял блесну на которую тебе хочется и рыбачу все то же самое с кивком все регулируется все как положено и это вот теперь у меня удочка это уже именно сделано так как все в основном делает здесь у меня леска основная 015 015 кивок очень очень мягкий очень мягкий поэтому здесь мормышка здесь мормышка маленькая очень легкая дай бог 010 020 грамма всего лишь дальше у нас идет поводок с другой блесенкой блесенка пласт массовая светонакопительная мне не нравится с поводком ну не знаю многие рыбаки тоже может быть так как и я считают может быть и нет но не нравится мне с поводком потому что он путаться начинает за рыбу цепляется которая поймана где попала ну не знаю но мне не не нравится я в основном люблю когда привязано все на при на прямую когда я только что вам показывал вот эту тудочку с карабинами с карабинами ну смотрите клев хороший я же взял просто верхнюю блесну верхнюю мормышку убрал и все рыбачу только на одну ничего не зацепляется ничего не мешает никуда не втыкается ну и так далее ну так ну так вот мне нравится именно такие вот удочки здесь у меня я использую коробочку из под киндер сюрприза в нем у меня у меня находится мормышки да я ее высыпал как лица в ладони посмотрел все что мне нужно нашел подцепил его на карабинчик начал дальше рыбачить ну а рыбалку вы сами видите рыбалка очень у нас хорошая в основном да и вы прекрасно знаете что когда начинает клевать то рыбе по моему все равно какая у вас мормышка какого она у вас размера и так далее то есть при клеве вот сами видите какой клев одна за одной вытаскиваете вытаскиваете очень такие очень такая хорошая рыба честно скажу грамму от 200 до 4 точно до 400 точно попадается вблизи у нас вот именно если недалеко от города идти рыбачить вот это река печора в основном рыбачим там у нас одни маскотирши клюют ну а если хочешь более такую посерьез посерьезнее рыбу лови такую как сорогу но она мелковат это на озере харитоновка а если ты хочешь достойную рыбу как я уже сказал где-то грамм от 200 до 400 до выезжаешь подальше километров за 40 за 50 на машине или на снегоходе где уже клюет именно хорошая рыба это окунь сорога ну для вас это средняя полосы то плотва я когда жил на украине да она называлась плотвой здесь почему-то и называется рогой хотя семейство плотвы чтобы порыбачить именно в световой день мы выезжаем затемно чтобы доехать до места пока еще только-только начнет расцветать пробурился и как говорится в основной в основной световой день ты начинаешь рыбачить потом как только начинает смеркаться все быстренько собираемся потому что очень быстро смеркается собрались я обратно поехать домой ну вроде бы вот и все что я вам хотел рассказать по поводу своих снастей короб такой же как и у всех тоже куплен в магазине с теплой сидушкой где можно сидеть спокойно и отдыхать сейчас в основном когда ездим рыбалку берем с собой дать и на корзину про которого рассказывал я говорю очень удобно с ней пользуйтесь хоть раз не съездите и вы узнаете что это такое особенно когда сидишь на улице ведь а рыба разбросана по всем сторонам а здесь и бросил в корзинку а там нужно уезжать просто пересыпал в пакет а хочешь не не пересыпай просто сверху чем-нибудь закрыл ее и езжай домой ничего никуда на не высыпаться ничего с ними будет ну и легко и и быстро можно помыть ну что с вами был канал стофики спасибо вам большое за просмотры нашего нашего канала наших видео ставьте лайки не забывайте подписываться всего вам самого хорошего с наступающим старым новым годом конечно интересно старый новый год ну у нас такой здесь праздник что ж теперь всем еще раз спасибо до новых встреч субтитры подогнал «Симон»